16 ноября в Люберцах отпраздновали День самбо. В России этот вид спорта зародился 85 лет назад. В рамках празднования этого события для самбистов организовали соревнования. С участниками пообщались мои коллеги. Сегодня в борьбу вступают юноши и девушки 2011 и 2012 годов рождения. И на соревнованиях присутствуют не только люберецкие спортсмены, но и гости из Дзержинского, Воскресенска, Долгопрудного, Латкарина. Главное правило в борьбе – не падать на спину и бороться до конца. Даниил Шавырин принимал участие в старшей категории детских соревнований до 46 килограммов. Занимается самбо больше 6 лет. На первой встрече он вышел победителем. Прошло тяжело. Соперник был силен. Но я победила в 1-0. Мне помог прием спина с колен. Я беру соперника и становлюсь на колени и перекидываю числа. Самбо увлекает и детей, и взрослых многогранностью. Оно включает лучшие практики национальных единоборств со всего мира. Это наилучший способ физического и морально-нравственного развития. Отечественная система самообороны без оружия известна во всем мире благодаря своей эффективности. Я считаю, что вид спорта самый подходящий для мужчины. Он развивает все мужские качества. Это самоотдача. Это желание стать лучше, сильнее, тренироваться больше, не жалеть себя и работать. Третье правило – это любить свое дело. Любить самбо, любить борьбу. Семен Симоник, подающий надежды юный спортсмен, за 6 лет в самбо закрепил за собой позицию победителя. Его любимые приемы – захват за ноги, передняя подножка и подсечка. Перед соревнованиями Семен участвовал в онлайн-конкурсе, где самбисты придумывали имя талисману этого вида спорта. Теперь белого медведя зовут самбишка-подсечкин. Мне подсказал папа, сказал придумать что-то, связанное с приемом каким-нибудь. Вот и мне пришла на голову – подсечка, то есть как подсечкин. И вот так вот появилась эта фамилия или имя. В городском округе Люберцы боевыми искусствами занимаются около тысячи самбистов. Ежегодно проводится больше 50 спортивных мероприятий. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.